так привет всем присоединяйтесь обратно я не знаю почему выкинула меня просто так начинается куда ты шьем салфетку давайте я закреплю наверное так все вернулись смотрите у меня осталась вот эта ткань из которой я вырезала панели для отражения скажите вам видно нормально четко я вот здесь вот сложу пополам чтобы было удобнее вырезать сразу две детальки это салфетка эффектно выглядит из ткани с каймой вот допустим у меня здесь есть кайма да часто бывают ткани в такие в продольные полосы в которых есть какой-то рисунок и здесь фон и вот таким способом можно сшить с интересным таким эффектом салфеточку давайте мы с вами попробуем сейчас я никогда такое не шила упомянула об этом в прошлом эфире и мне артем подсказал что раз у меня осталось это кайма то надо попробовать сделать ну и собственно я согласилась почему бы и нет единственная сейчас вот думаю у меня тут есть кайма по длинным сторонам свободно у нее меньше вот это зеленая часть а вот здесь коротенькие кусочки но чуть чуть длиннее эта часть но здесь широкая и не знаю тут даже как мне лучше экономнее вырезать сейчас я еще раз прикину давайте наверно все таки я буду по длинной стороне вырезать посмотрим просто саму суть сам эффект от этой техники просто чтобы вы знали что так можно делать сейчас я тут сложу что мне из ткани вырезаны куски сложить чтобы все совпало так складываем сколю наверно немножко чтобы не съезжала так полосочки сколю потому что мне потом нужно будет их совместить при сшивании и еще главное когда буду резать потом не забыть булавки убрать чтобы не испортить нож так готова сколола я теперь я беру свой треугольничек вот этот шаблончик им будем вырезать треугольники подравнивать не будем вот я буду вырезать на ту длину которая у меня есть да этот у меня высотой 5 дюймов но тут 5 1 1 4 дюйма не хватает получается так я начну прямо вот отсюда чтобы было вот здесь вот уже булавка у меня чтобы было как можно экономнее вот здесь вот по полосе совмещаю с разметку до чтобы меня полоса моя на ткани шла вдоль разметки на линейке так и замечу для себя где у меня проходит эта полоса вот то есть именно на этом месте можно приклеить какую-то там кусочек малярного скотча чтобы на следующих треугольниках которые мы будем вырезать это полосочка проходила ровно на том же месте ну или можно ориентироваться вот по этой пунктирной линии да она идет прям вдоль темно-красной полосы так пару мы вырезали теперь поворачиваю шаблон врезаю другую пару так здесь сейчас минуту как нам нужно как нам нужно как нам нужно давайте будем вот так наверное так теперь следующую вам уже там будет не видно сейчас я подвину вот в чем здесь подвох вот на этой вот на этой паре и отрезала кончик видите так сейчас посмотрим что у меня здесь получится нужно выравнивать вот когда не полная линейка по этому кончику до чтоб потом когда я буду сшивать у меня здесь дырки не оказалось поэтому выравниваю так если у вас нету треугольника вот такого то можно обойтись и простой линейкой там есть разметка 30 60 градусов можно ею обойтись так еще так так и еще разок булавку берем и вот так все треугольники нарезали значит у нас получилось два вида треугольников у меня получилось по 6 таких и таких по 6 этапам много сейчас будем смотреть вот так так убираем лишнее и теперь нужно выложить это у нас получилось по принципу калейдоскопов да вот смотрите если мы сложим эти штучки у нас получится калейдоскоп один такой вот он прям можно сшить и уже у вас будет готовая салфеточка один такой сейчас я подниму повыше камеру чтоб вам было лучше видно так это переезжает сюда а второй вот такой и теперь нам надо будет их совместить сейчас я не помню даже как там лежали эти лоскутки по-моему как-то так так а здесь нужно нет здесь какой нужно так наверное вот этот вот вот так видите получается такая восьмерочка вот сейчас мы сошьем все совместим друг с другом должна получиться такая восьмерка прикольно можно продолжить еще сюда давайте попробуем я не знаю у меня здесь есть вот эти я бы продолжила еще вот сюда беленьким чтобы не было очень вот эта темная часть так 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 а у меня тут получились все темные остатки давайте теоретически посмотрим как будет если попытаться сюда еще дальше продолжить так сейчас кто подскажет мне вы мне всегда подсказываете что нужно сделать блин так 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 и вот сюда она должна уходить да то есть нет наверно вот с этой стороны вот так нет тогда будет как тогда положить они они бывают и длиннее надо было открыть пинтерест и посмотреть я там встречала несколько вариантов так куда должна уходить эта линия я не совсем понимаю как думаете давайте посмотрим у меня вот этих больше этих темных если допустим здесь если допустим здесь это идет сюда это сюда это сюда короче не знаю не будем наверно мудрить да сошьем так как есть такую небольшую а из этих остатков я вырежу еще и сошью еще одну все косичка как в школьной тетради там полях рисовали ну это ж надо еще вспомнить как мы там рисовали так сейчас я заправлю какие-нибудь подходящие нитки и мы с вами будем строчить все опускаю вас чуть чуть пониже чтобы не было видно так строчить будем как вот так да полосочками раз два и три вот так соединять не шестиугольниками а полосочками так сейчас заправим машину как ваши дела вы готовитесь к новому году уже вот я тут один кусочек ткани купила видите сколько из него уже нашила так что так что так что я уже буду подготовлена соединяю вот эти теперь мне нужно вот здесь соединить по полоске да и скрепить их чтобы при сшивании они у меня не сместились сколю булавочками вот как то так здесь стачиваем так теперь вот эти здесь ничего совмещать не нужно просто скалы складываю и строчу на потом не запутать так вот здесь тоже два не стыкующихся треугольника я их тоже складываю строчу так и вот здесь нужно совместить тоже сколим полосочки и так сшиваю здесь в принципе все нормально тоже шьем так вот эту гирлянду свое я сшила и теперь последнего там где я закончила вот так же буду последовательно раскалывать и класть обратно чтоб не запутаться до это у меня было вот здесь вот этот у меня был вот здесь эти два эти два были вот здесь и вот первый самый этот так и остается и вот так так неправильно или правильно вроде правильно до восьмерка есть так напишите правильно или нет что я уже сомневаюсь но вроде да так же как было есть так ну все теперь соединяем дальше в полосочки вот эти нам осталось теперь присоединить здесь швы я разутюжу поэтому вот эти места немножко сразу пальцами расправлю а потом разутюжим также прикладываю прикалываю здесь на просвет даже лучше видно так сшиваю 1 поправляю здесь припуски чтобы они именно в разутюжку были вот эти тоже вот так сшиваем здесь припуски разгладим и здесь разгладим и также сколим так здесь мы скалываем здесь да нужно вот видите чтобы вот эти полосы совпали у нас идеально здесь мы теперь их совмещаем не вот так да сейчас когда будем сшивать когда сшиваем вот вот под таким углом нам нужно здесь совместить сейчас я отогну припуск вот нужно совместить просто сложили и вот темно-красный с темно-красным красный с красным да и скололи а вот здесь чтобы было ровное продолжение вот этих линий нам нужно совместить их со сдвигом и проверить вот так на ширину припуска булавочку вкалывая раскрываю и вот здесь вот видите линия должна совпасть здесь я сколю почаще потому что нужно попасть точно проверю здесь тоже здесь такие линии чуть-чуть размытые это нам на руку потому что легче попасть в них так сшиваю так и вот здесь вот эти нам осталось соединить вот здесь просто соединяем цвет цветом аккуратно и скалываем и сшиваем тоже расправляю припуски тоже все разрезаем так убираем иголки и утюг я сейчас включу и проутюжим с вами все теперь вот такие наши пока что запчасти сейчас разутюжим припуски сильно не растягивая из-за у нас косые смотрим здесь у нас совпали все линии здесь на миллиметрик не совпало ну уж ладно так дальше ты это не здесь давай давай привет всем кто присоединяется смотрю там люди присоединяются вот светлая половинка и вот здесь давайте посмотрим все же таки немножко съехала видите ну не знаю конечно лучше бы подправить давайте попытаемся исправить как я не скалывала все равно здесь получилось не идеальная строчка я прям вот эту часть только распарю там где потому что у меня машина все-таки сдвигает слои сейчас попробуем сделать чтобы было хорошо найдут тоненькие иголочки вот с ними легче строчить прямо по их по булавкам можно не вынимать так давайте еще раз я даже вот так вот на просвет посмотрю видно где пересекаются полосочки там значит нужно прочить так проверим еще раз вроде бы давайте попробую еще раз прострочить надеюсь получится так ну вот совсем другое дело видите сейчас мы разутюжим посмотрим аккуратно все раскрыли вот здесь у нас теперь получилось ровная линия видите такой момент в котором надо постараться будет все выглядеть хорошо теперь складываем обратно наш пазл тут уже получается полегче так и вот так нам надо теперь все сшить три ряда теперь эти нужно соединить между собой давайте сначала эту сторону тут также совмещаем так здесь скалываю полоски здесь полоски скалываем можно немножко подтягивать если вдруг где-то что-то не совпадает можно немножко подтянуть ничего страшного так и вот здесь центр тоже нужно соединить так скалоли давайте сшиваем посмотрим что у нас тут вышло вот тут все совпало и со второй стороны другую часть пришиваем нитки все обрежем ничего не мешало также скалываем совмещаем полосочки здесь центры центры наших шестиугольников тоже хотя вот здесь очень такая темная ткань даже если они не совпадут будет не критично все строчим наверно по этой стороне по строчу и вот 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 Готово. Здесь проверяем все совпало здесь все совпало ужин теперь такая салфеточка небольшая получилась с одной стороны и со второй с лицевой стороны тоже приутюжить чтобы все тут было плоско вот здесь вот единственное косячок видите не доглядела я ну пускай не так уж он бросается в глаза пусть останется собственно все останется простегать и окантовать давайте я вам скажу размеры вот этот треугольничек шаблон у меня размером высотой 5 и 1 2 до да вот полная его высота 5 1 2 этого треугольника дюймов в сантиметрах это почти 15 сантиметров 14 с половиной сантиметров но было где-то не 5 1 2 а 5 и 1 4 еще у меня здесь ткани не хватало немножко ну то есть в сантиметрах это 14 сантиметров меня был была высота треугольника в крое и получилось в итоге сейчас я вам скажу какой размер получился в итоге этой салфетки найти бы какой-нибудь измерительный прибор кроме короткой линейки ну ладно будем тогда короткой это у меня 30 и 1444 сантиметра на 25 с половиной вот по сравнению с рукой небольшая салфеточка